Невероятно нежный и вкусный творожный кулич. И главное, что он готовится быстро, без дрожжей, а значит нам не придется ждать, когда тесто поднимется. Нам понадобится мука, сливочное масло, изюм, сахар, яйца и самый обычный творог, лучше пастообразный. Для начала приготовим изюм. Его нужно залить кипятком, оставить на 5 минут, затем промыть и обсушить с помощью бумажных полотенец. Теперь берем глубокую миску и высыпаем в нее творог. Добавляем сахар и хорошенько все это пробиваем с помощью блендера. Если нет блендера, это все можно протереть через сито, но блендером, конечно же, будет быстрее. Затем берем другую глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Яйца мы будем использовать целиком, поэтому белки от желтков отделять не нужно. Теперь немного взбиваем яйца с помощью того же погружного блендера или с помощью миксера. Взбивать яйца слишком долго не нужно, примерно 1-2 минуты до пышной пены. Растапливаем сливочное масло, я это сделала в микроволновке, и добавляем к нашим взбитым яйцам. Затем туда же просеиваем пшеничную муку. Лучше всего просеивать муку частями и каждый раз хорошо вымешивать тесто с помощью венчика, чтобы в нем не было комочков. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Сейчас я вам покажу консистенцию и вы поймете, какое тесто у вас должно получиться. Все-таки и мука бывает разная, и яйца бывают разного размера, поэтому и точное количество муки может немножко изменяться. Теперь добавляем в тесто нашу творожную массу с сахаром, которую мы готовили в самом начале, и все это хорошенько перемешиваем. Здесь можно пользоваться обычным ручным венчиком, или вымешивать с помощью столовой ложки, или даже взять какой-то миксер или блендер. В самом конце добавляем в тесто наш подготовленный изюм. Еще раз напомню, что изюм должен быть предварительно промыт и хорошенько просушен. И теперь начинаем подготавливать наши куличики. Берем форму для выпечки, лучше всего, чтобы они были одинакового размера и маленькие. У меня были самые маленькие бумажные формы. Наполняем форму нашим творожным тестом, для этого удобнее всего использовать небольшую чайную ложку. И ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Готовим примерно 40 минут в середине духовки. Если куличики зарумянились, значит они скорее всего готовы. Приятного вам аппетита и с наступающей Пасхой!